И дрожжи. Для воздушных бурсаков лучше использовать живые дрожжи, но если у вас нет времени, то их можно заменить 10 граммами свихих дрожжей. Добавляем масло и перемешиваем. Теперь добавляем муку, но не всю сразу. Тесто на живых дрожжах должно подняться 3, а то и 4 раза. Готовое тесто должно получиться слегка липким и очень мягким. Если вы добавите слишком много муки, то тесто получится тугим, а бурсаки деревянным. Теперь тесто накрываем полотенцем, укутываем еще одним полотенцем и убираем в теплое место. Вот у нас тесто подошло в первый раз. Когда тесто подойдет 3 раза, то и с ним уже можно работать. Делим тесто на несколько частей. Мы делим на 4, нам так удобнее. Каждую часть подкатываем в шарики. Теперь каждый шарик раскатываем в пласт толщиной где-то полсантиметра. Остальные шарики накрываем полотенцем, чтобы они не обветрились. И разрезаем тесто. Моя мама любит гигантские бурсаки, поэтому вот у нас такие большие квадратики. Можно порезать их чуть поменьше. Можно вырезать стаканом или бокалом. На хорошо разогретом масле жарим бурсаки с двух сторон до золотистого цвета. Они очень быстро жарятся, так что будьте внимательны. И выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Вот такие бурсаки у нас получились. Приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok